Всем привет! Сегодня у нас интервью, мы будем обсуждать подготовку к поиску работы. Денис, пару слов о себе. Всем привет! Меня зовут Денис, я программист, работаю в компании Intel, мы занимаемся компиляторами, делаем интересные штуки для интелских процессоров и разных других архитектур. В Силиконовой долине мы с 2018 года, вообще у меня опыт работы программиста более 12 лет, начал свою карьеру в России, потом провел несколько лет в Польше, и вот недавно мы переехали в Америку, соответственно, в Силиконовой долине. С чего началась твоя карьера? Она началась, наверное, скорее так слепо, это было модно быть программистом в 2007-2008 году, когда я начинал эту карьеру. Да, это было модно, это было интересно, и платили хорошие деньги, это было все заманчиво, поэтому слепо пошел в одну из местных компаний, которая была в моем городе, в России, я из маленького города, в город Вологда. Пошел интервью, начал свою карьеру программистой C+++. То есть ты сразу начинал на C++? Да. Сразу с таких тяжелых вещей? Да. Хорошо. Сегодня мы будем говорить не про жизненные истории, а про практические советы, как можно сделать так, чтобы ваш профиль был заметнее, чтобы вы получали больше приглашений на интервью, потому что чем больше приглашений на интервью ты получишь, тем больше вероятность, что у тебя будет какое-то продолжение, и в конечном итоге опыт. Абсолютно. Да? Конечно. О каких цифрах идет речь? Сколько нужно пройти интервью? Сколько, может быть, ты прошел интервью? В каком, так сказать, опыте люди смотрят, думают, типа, а кто он? Сколько у него было интервью? Потому что я когда искал работу, я проходил тоже очень много интервью, я завалил невероятное количество из них. Что у тебя? Я думаю, что это путь каждого программиста, особенно начинающего программиста. То есть, ну вот прям не ждите, что вы сразу же, первое интервью будет удачное, и вы сразу получите там какой-то топ-офер. Это, я думаю, что нормальная практика завалить первых несколько интервью, там, пять-шесть, это прям вообще. Но на первое интервью не стоит идти с ожиданием, что все получится и все хорошо. Это навык. Прохождение интервью – это навык тоже, который нужно наработать, чтобы привыкнуть к этой атмосфере, вообще к этой обстановке непривычной и довольно стрессовой. В своей карьере проходил тоже очень много интервью, около 150, наверное, интервью я проходил в общей сложности. Большинство из них я тоже завалил, и это как бы в принципе нормально. То есть, у тебя нет 150-ти офферов? 150-ти офферов у меня нет. Да. Чем больше вы тренируетесь, тем больше шанс, что вы будете показывать себя с лучшей стороны. То есть, первое интервью у тебя были стрессовые? Конечно. Я помню свое интервью, я прям боялся, и меня трясло даже от звонка. Позвонили, я переживаю. В общем, как я говорю, ручки трясутся, ножки трясутся. Это абсолютно нормально, тем более, когда ты рассказываешь на неравном языке. Давайте перейдем уже, собственно, к самому топику. Какие ты выработал за время своего практического опыта поиска работы, собеседований? Какие ты выработал, может быть, правила, может быть, какое у тебя сформировалось понимание того, что нужно делать, с чего начинать? Начинать нужно просто с тренировок. То есть, чтобы тренироваться, нужно, соответственно, получать предложение на интервью, приглашение на интервью. То есть, ты предлагаешь тренироваться сразу на живых людях? Если есть время, и еще лучше, если есть деньги, то лучше, конечно, попробовать попользоваться каким-то сервисом или услугами. Есть много ресурсов, которые предоставляют такие услуги. Я даже знаю, что есть митапы, на которые можно ходить и тренироваться. Ты можешь там тренировать, интервьюировать кого-то. Кто-то может интервьюировать тебя. То есть, это такая услуга бесплатная. Мы делаем такое с учениками. То есть, есть специальные занятия, на которых они тренируют. По крайней мере, задача, которая стояла, это снять первоначальный стресс. Так, чтобы люди немножко расслабились. Хорошо. В общем, первый совет. Нужно увеличить количество... Количество приглашений на интервью, я думаю. Каким образом ты можешь сделать? Первый совет – это приобрести соответствующий опыт и привыкнуть к стрессовой обстановке, которая встречается на интервью, как правило, всегда. Хорошо. Ну вот человек без опыта. Вот ты тоже был без опыта студентом. Как ты сделал свое резюме? Как ты сделал так, чтобы у тебя были хоть какие-то обращения? Это на самом деле отличный вопрос, потому что, да, проблема-то в чем? Проблема в том, что ты должен каким-то образом выделиться на фоне остальных, верно? Потому что вот возьмем типичного HR. HR с разматыванием вашей резюме, оно меньше минут, это точно. Я думаю, там в секундах. В секундах даже еще. Поэтому вы должны чем-то выделиться. То есть сложно выделиться, если вы начинающий какой-то программист или тестировщик. Именно для этого как раз не стоит пренебрегать с social media и социальными сетями, то есть и вообще тем, как вы себя позиционируете, то есть вот вашим брендом, именно вашим персональным брендом. То есть тяжело как бы раскачивать его, это, к сожалению, нарабатывается годами, даже не месяцами, а годами, ну, это, например, по-хорошему, да? Я могу просто сказать, например, свой пример, да, и что мне помогло раскачать свой поток входящих заявок, скажем, потому что мне сейчас, наверное, каждый день приходит до пяти приглашений на интервью каждый день. Приглашения на интервью или… Именно приглашения. Ну, то есть это, скажем, около пяти входящих сообщений от разных HR, от разных компаний, да, потому что у меня как бы довольно раскачан профиль на LinkedIn. Нужно каким-то образом выделяться. Мой способ выделяться – это был мой блог. Это на самом деле такой, мне кажется, довольно простой способ войти. Дешевый. Довольно дешевый и довольно бесполезный способ выделиться на фоне остальных, то есть, да? И понятное дело, что начинающий программист не сможет писать о чем-то крутом, о каких-то новых технологиях, ну, просто потому что нету соответствующего опыта и знаний. Вот, но это как бы на самом деле не важно. То есть HR все равно, в принципе, не понимает, как бы что-то написано и насколько это круто. Давай уточним, это технический блог должен быть, то есть не нужно писать о том, как правильно выращивать цветы или что-то еще. Конечно, да. О том, как правильно вы делаете ремонт у себя в комнате. Да, это должен быть релевантный блог, соответственно, на ту тему, на которую вы вообще себя позиционируете, с какой темой. То есть, да, и я на самом деле начал точно так же. Я начал просто документировать свои знания, которые я начал получать. Это хороший совет. То есть, те, кто сейчас учатся на программисты, на тестировщика, даже до того момента, как вы пойдете искать работу, вам нужно начать вести свой блог, например, на Medium, как одной из самых популярных блогерских платформ, но его нужно писать на английском языке, если они собираются работать в Америке. Если собираются работать в Америке, то смысла нету, да. Да, в общем, начинайте вести свой блог на Medium и пишите о том, что вы выучили. Это могут быть даже не очень профессиональные посты, это могут быть очень такие интро-уровни, в котором просто вы говорите о том, что для того, чтобы, например, как установить какой-то плагин или как настроить связку, как установить на Windows, особенно, да, какой-нибудь тул для программирования, для тестирования или, допустим, как вы справились с какой-то ошибкой. Это на самом деле классный способ выделиться, это классный способ стать, знаешь, что называется, лидером мнения, стать таким человеком, которого слушают. И на самом деле, если у вас будет ценность среди инженеров, то есть если тебя будут уважать и знать, что вот этот чувак, он в этой теме эксперт, это не может не передастся потом на HR тоже, потому что вы можете получать потом заявки не только от HR на интервью, а вы можете по рефералкам просто приходить, у вас могут приглашать инженеры. Вот, например, мне приходили приглашения от Team Leader, они прямо пишут, пишут, говорят, вот мы тебе место здесь для тебя держим, когда придешь. Это, скажем, второй способ, как вы можете получить приглашение на работу. То есть, да, конечно, это же опять, это не говорится о том, что у вас это будет через неделю. Скорее всего, нет. Но чем раньше вы начнете, тем быстрее вы выйдете на тот уровень, когда это уже будет возможно. Что должно быть в LinkedIn такого, чтобы ты был интересен, чтобы твой профиль был привлекательный? За счет чего это достигается? За счет платной подписки, за счет каких-нибудь смайликов, или за счет какой-нибудь впечатлительной истории, или, может быть, за счет каких-нибудь топовых ревью на тебя? Что важнее? Какой рейтинг? Отличный вопрос. Я, наверное, сейчас скажу какое-то, может, не популярное мнение, и то мнение, которое может не понравиться людям. Но главное – фотка. Главное – фотка. На самом деле, фотка очень важна. Прям очень важна. Фотка и бэкграунд. Фотка должна быть такая серьезная? Или так? Нет, она должна быть с определенным месседжем, который вы хотите донести. Месседж с картинкой? До того, на кого вы нацелены. Вы ищете работу – это должно быть на HR. Соответственно, одевать пиджаки, я думаю, не стоит. Пижаму? Скорее. Пижаму скорее тоже не стоит. То есть это как бы полярные такие вещи, да? Ничего не одевайте. Фотка важна, она не должна быть какой-то там… Ну, обязательно улыбка должна быть, так чтобы зубы было видно. Фотка должна располагать к себе. То есть она должна нести такой месседж, чтобы HR захотел вам написать. То есть вот эти вот серьезные фотки на паспорт? Нет. Такие не надо? Нет, нет. То есть все такое симметрично и… Да. То есть никакого там глупого фона, что вылета в баре или что-то такого. То есть этого ничего не должно. Нет. И то, что вы на пляже, тоже не нужно. Тоже? Это, блин. Просто спокойный там какой-нибудь фон, ну, не знаю, пустой какой-то цветок. В цветах. Ради бога. В катах. У меня в цветах. У меня в цветах. Короче, ребята, все очень просто. Должна быть хорошая, живая фотография, которая показывает, что вы нормальный, адекватный, дружелюбный человек. Правильно? Ярно. Что вы можете улыбаться, а не то, что вы какой-нибудь там зануда. Вы должны показать, что с вами будет приятно работать. Что вы приятный человек, что с вами будет приятно работать, что в первую очередь HR будет приятно с вами общаться. Ну и потом будущей команде тоже будет приятно с вами общаться. У HR 30 секунд на то, чтобы посмотреть ваше резюме. Вот оно там… И если оно в одну страницу, вообще здорово, мне кажется, идеально. Еще важный важный момент. Это нормально абсолютно делать разные резюме для разных компаний, куда вы подаетесь. Это абсолютно нормально. Вы должны понимать, что хочет компания и настраивать свой резюме, соответственно, следующим образом. То есть это абсолютно нормально. Ты настраиваешь его разным… Ты просто пишешь описание себя другими словами, либо ты пишешь разный опыт. Здесь я был 20 лет, работал в компиляторах, а здесь я был 20 лет, допустим, каким-нибудь там микроконтрольщиком, да? Что-нибудь там… Ну, может быть, похожие какие-то вещи, но все равно отличаются. Отличаются. Да, да, да. То есть вот так можно? Я так делал, да. Я так делал, да. У меня нет такого, что я там подаю свое резюме на абсолютно вообще разные позиции. То есть нет такого у меня, что я подаю там на C++ вакансию и на JavaScript, скажем. Такого у меня нет. Поэтому я как бы, скажем, немножко тюню резюме, но не прям уж очень сильно, что же там… Да, но это нормально, мне кажется. Где-то ты хочешь показать там… Если, например, в компании там, не знаю, компания там crazy по поводу… Ну, сумасшедшая по поводу там культуры, не знаю. Ну, есть такие компании, вот есть у нас силиконовые долины, которые, к сожалению, я не знаю. Вот. И ты как бы хочешь показать именно… Ты должен как-то написать так, что ты вот именно тот человек, который хорошо вольется в команду и будет как бы вот частью большой идеи. Какие еще советы могут быть по оформлению блога? Очень важно делать вкусные заголовки, да, потому что это то, что будет тоже привлекать HR-ов. Большинство из них, наверное, они все равно ничего не понимают, они просто зайдут на ваш блог, посмотрят, как он в целом оформлен. То есть это не должно быть там HTML, там, я не знаю, там, 95-го года, там, и так далее, стиль оформления. Должны быть вкусные заголовки так, чтобы создать впечатление. Картинки? Нужные. Картинки вообще здорово, да. Чем больше картинок, тем лучше. Но это как бы люди в целом усваивают информацию, когда с картинками намного лучше, чем сухой текст. Ну, картинки по теме, это не картинки просто, а красивые для того, чтобы взгляд расслабился. Заголовок в LinkedIn, что туда писать? Не старайтесь туда впихнуть много всего. То есть не раздувайте свои заголовки. Например, в моем случае, я туда напишу, что я автор книги. Вот прям выделите свою одну, максимум две, своих самых, самых своих, как бы, что называется, регалий, да, то есть своих топ-достижений. И не пишите туда пять достижений, не надо. То есть не раздувайте. Ну, если человек просто разработчик, просто тестировщик, что ему писать в заголовок? Не пишите просто там Java Developer, напишите Java Enthusiast, например. Java Guru писать не надо, но я думаю, что вот энтузиаст, это будет, это покажет вас с выгодной стороны, это покажет, что вы не просто, как бы, выполняете свои обязанности сотрудника, но вы просто, вы интересуетесь этим, вы этим живете. Типа QA-фанатик? Например, да, QA-фанатик. Сколько времени нужно уделять для того, чтобы прокачаться? Чем больше, тем лучше, да. На самом деле тут никаких нету, как бы, секретов, то есть никаких нету обходных путей, скажем. И у меня на самом деле тоже нет секретов, как я там достиг своего успеха, если так можно назвать. Много работать, никакого секрета нету. То есть удача приходит к тем, кто хорошенько поработал. Ага, то есть нужно быть заметным, нужно сделать привлекательное резюме, нужно много контактировать, нужно быть публичным человеком в чем-то, да. То есть ты все равно, как если ты ведешь свой блог, то ты становишься более заметным. И чем более заметны вы в пространстве рекрутеров, ваших потенциальных работодателей, тем больше вероятность, что вы получите лучшую работу, тем выше вероятность, что вы получите больше зарплату и тем больше вероятность, что вы, в общем, добьетесь того, чего вы хотите. Представь, что там ты 10 лет назад. Что бы ты себе мог сказать, какое бы ты себе мог бы себя передать? Смотри туда. Отличный вопрос. И на самом деле, наверное, совет такой, что не бойтесь уделять время своему развитию, не бойтесь переработать лишний час, но всегда приоритизируйте свое развитие. То есть, да, не бойтесь много работать, это так или иначе принесет вам результаты все равно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok